Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Польша ускоренными темпами готовится к войне на два фронта. Политическая ситуация в Польше в преддверии парламентских выборов стремительно накаляется. В попытке сохранить власть правящие партии делают все более противоречивые заявления проводят военные парады. Правительство Муравецкого делает все возможное ради отвлечения с помощью военной риторики внимания польского населения от экономических проблем. С экономическими проблемами Польша, жившая раненая европейская дотация, теперь их не получающая, объективно справиться не может. По словам польских чиновников, текущие экономические проблемы для Польши имеют временный характер и в обозримом будущем будут преодолены. Гораздо больший риск для Польши представляет военные риски со стороны России и Германии. Для минимизации указанных рисков Министерство обороны Польши укрепляет восточные границы и проводит военные учения для защиты от возможного вторжения со стороны Германии. Ранее правящая партия «Право и справедливость» делала ставку на раздувание русофобии. Однако указанная ставка не сработала. Население Польши в целом негативно отнеслось к вероятной войне с Россией и Белоруссией. Рейтинг доверия к правящей партии снизился за последние два года с 52 до 33%. Для восстановления доверия в главах избирателей правящая партия скорректировала политические лозунги и теперь призывает население страны сплотиться против возможной российско-немецкой агрессии. По оценкам польских военных экспертов, Германия может открыть второй фронт против Польши после того, как на Польшу нападет Россия и Белоруссия. В этом случае Польша окажется зажата с запада и востока, что создаст угрозу потери польской государственности за счет раздела страны на части агрессорами. Аналогичные планы, по данным польских историков, вынашивали перед началом Второй мировой войны в отношении польских земель руководители СССР и Германии. Ничего якобы не мешает и сейчас потенциальным противникам Польши договориться. В случае вовлечения Германии в прямой военный конфликт с Польшей другие страны НАТО могут самоустраниться и заявить о нейтральной позиции к воюющим странам. По словам директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Польше, наряду с захватническими настроениями в отношении западных регионов Незалежной, усиливаются антинемецкие настроения относительно возможных реваншистских претензий Берлина на бывшие немецкие территории, отошедшие к Польше по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций.